Всем вас приветствую, дорогие гости моего канала и подписчики. Хотелось все-таки с вами тоже чуть-чуть поделиться. В последнее время, чем занималась, давно меня не было на канале. Вчера, позавчера сорвали уже лопух, он как-то стал немолодым, уже начинают свисти цветы у него. Это второй этап был, я собрала листья лопуха, были молоденькие, но их мало было. Место, чистое место, где можно было бы собрать их. Вот в чем проблема здесь, в Финляндии. Вот упаковала. От чего? При сахаре, при втором типе диабета, тоже читала много отзывов. В том году опоздала я заморозить вот эти пакетики, наткнулась на них поздно. Вот очень хорошие вот эти пакетики. Замораживаешь этот сок и отламываешь утром полстакана тепленькой водички. До еды начала принимать повышенного сахара. Диабет второй тип у меня. Вот у супруга тоже. Тут вот диагноз поставили ему. Ну, тут более сложновато, как бы, когда УЗИ снимает доктор, вот, ну, сказали, ничего такого страшного нету. Позвоните своему доктору, он вам, как бы, переведет вот все, что на УЗИ снято. Нужно им звонить. Когда звоните, вы сразу до них не дозваниваетесь. Берет медсестра. В смысле, сперва, как бы, вы оставляете через несколько, ну, около минуты идет вот гудок. Этот номер нажмите, тот номер. Как бы, они вам обратно звонят. Обратно звонит медсестра. Потом медсестра, как бы, вам смотрит по календарю время врача, который вам позвонит. И растолкует вот этот диагноз, который на УЗИ поставлен. Ну, УЗИ сказал, ничего такого нету особенного. Ну, как-то пошли мы, нужно было обновить лекарства. Тоже это в очереди сидим. Попали в тот день, была пятница. Дошла очередь еле-еле наша. И говорят, у нас компьютеры перегружены. Приходите во вторник. Обновим ваши лекарства, которые по рецепту идут у супруга. И уже где-то во вторник опять попали к медсестре. Я спросила, вы можете нам растолковать, что у нас, а то сложно будет нам попасть. Во-первых, чтобы нам доктор позвонил. Она мне сказала, я не могу, я вам просто распечатаю бумажку. Я перевела сама, посмотрела, что есть. В правой почке есть по два с половиной сантиметра несколько кист. Представляете? Доктор позвонил, говорит, ну, это ничего страшного. Представьте, несколько кист, и это два с половиной сантиметра, ничего страшного. Не назначают против этих кист никакое лечение. Это первое, что тоже с вами хотелось поделиться. Ну, конечно, я информацию почитала в интернете. Если уже три сантиметра, ну, у него, у супруга уже были проблемы, ему это мешало. Три сантиметра выше трех с половиной, четыре уже делают операцию. А тут говорят, что ничего страшного и никакое лечение не назначают. Ну, вторая тоже проблема у него. Ну, и это я настаивала, там тоже вылечение. И потом я настаивала, я говорю, вот, муж сидит, я перевожу, а какое лечение не делайте. Ну, как бы, отвяжитесь, пропишу я вам, как бы, лекарства. На полгода сейчас пропивает в день по одному, по одной капсуле лекарства. Вот такие вот врачи здесь. Для супруга, вот, от кист, этот лопух, сок лопуха. Вы можете все-таки, у кого есть возможность купить в России, в аптеках свободно, можно купить корень лопуха. Для профилактики, конечно, сперва ознакомьтесь, противопоказания, прочитайте отзывы, поинтересуйтесь. Ну, нам пришлось, во-первых, уже, как бы, нужно было лечиться. Не доводите себя до этого. Для профилактики начинайте с пяти капель, с пол чайной ложки на пол стакана воды. Если вы сделаете сок лопуха, именно сок лопуха, вот так я принимаю, я принимаю вот этот один кубик, это примерно столовая ложка на пол стакана теплой воды. Не горячая, а теплая. Это я замораживаю этот сок. И, с позволения Всевышнего, начали лечение вот этим. Проверяйтесь. После сорока пяти у мужчин эти кисты и другие проблемы многие. Вы даже можете и не заметить. Это может быть обычная зимой озноба, может быть, там, когда у нас болят, как бы, поясница болит, кажется, где-то просклозила, наверное, еще что-то. Особо внимания не обращаем. Если вам легко попасть к УЗИ, то у нас здесь это сложнее. Если что-то сильно не забеспокоит, это мы уже несколько раз ходили, посещаем сперва скорую помощь, там оценивают ваше состояние. Если вы в этом нуждаетесь, вас направляют уже к врачу. Вот так. У нас здесь более сложно все это идет. Поэтому, если у вас есть возможность сделать УЗИ, делайте хотя бы в год один раз в УЗИ. Не запускайте. Я бы даже советовала после 30 лет каждый год и женщинам, и мужчинам проходить УЗИ. Малого таза, ну, по возможности, можно снять, пройти полное, как бы, обследование полное. Конечно, сок лопуха делается нелегко. Его надо очень хорошо промывать. Есть на стеблях и на лепестках такой вот пушок. Все-таки садится после дождя, да и пыль обычная. Я желательно вечером собираю, замачиваю на ночь в большом таком тазу. А потом уже с щеточкой для мытья посуды, прям после промывания этих листьев, отдельно уже промываю хорошенько. Это важно, чтобы не попались никакие личинки туда посторонние, чтобы не было никаких, как бы, других побочных. От этого последствия читала отзывы, поэтому тоже с вами делюсь. Видимо, попались какие-то личинки, там что-то осталось. Не помню, женщина, по-моему, писала, что очень сильно, как бы, последствия остались у нее расстройства. На длительное время, не помню сколько, было расстройство у нее. Поэтому очень важно промыть, а там были еще отзывы, что не может такого быть. Видимо, вы нехорошо промыли. Промывать нужно очень хорошо. Даже замочить можно с содой пищевой. И на следующий день хорошо промывать эти листья. Конечно, эта работа очень такая кропотливая, нелегкая. Но для здоровья это все-таки важно. Когда уже обязательно это делать, тогда уже как-то так. У меня, я сейчас не помню, сколько тут у меня на машинке. Сколько ватт? 500 ватт у меня всего. Как она называется? Мясорубка. 500 ватт у меня. У меня жмых засорился. Я промываю листья, режу мелко, как бы по возможности сворачиваю в рулон. И режу их как бы, как обычно мы зелень. Режем. Вот чем мельче, тем будет нагрузка меньше на вашу мясорубку. У меня не было ручной, обычной такой, самой ручной мясорубкой. Я думаю, было бы хотя бы стебли прокрутить. Но когда листья молодые в начале, не так сложно. Жмых не забивается. Жмых я тоже отжимаю. Жмых не выкидываю. Тоже замораживаю. Посмотрим, сколько, насколько хватит у нас с супругом этой заморозки. Поэтому, если сок закончится, жмых будем растворять в тепленькой воде. И также принимать этот жмых, выпивать. Очень советую прислушаться. У кого есть возможность заказать, купить. В аптеке есть корень лопуха, который не нужно не собирать вам. В аптеке уже все готовое. Так что будьте все здоровы, берегите себя, делайте в год хотя бы один раз УЗИ. После 40 лет уже мужчины однозначно какие-то проблемы выходят. Чтобы это не запускать, нужно вовремя себя этим лечить. Принимаю я до еды дважды. Нужно и три раза, можно и нужно. Но я принимаю пищу только два раза, поэтому мне как-то сложно его отдельно третий раз принять. Чтобы не было это на голодный желудок. А так, если какая-то болезнь, что-то, то уже до еды, три раза до еды. Вот так вот. Супруг у меня будет три раза принимать. Я буду два раза принимать. Всем вам здоровья. Берегите себя.